Часы. Настенные, наручные, настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы. Лучший подарок. Магазин часы. Первоуральск. Чкалово 43. У нас акция. Идеальные праздники с подарками из Золотой горы. А также специальная цена на кольцо с бриллиантом за 6499 рублей. У Золотой горы. Это отмостка на сегодняшний день. Вот в этом месте просела на 50 миллиметров. А вот там, где вырыт котлован, давайте посмотрим. Вот напротив котлована отмостка просела на 14 сантиметров. Отмостка девятиэтажки, в которой живет Дмитрий Захаров, стала проседать с началом строительных работ. В конце 2018 года на перекрестке Ленина, проспекта Космонавтов, вырыли котлован под фундамент жилого дома. Планировали возвести высотку. Жители соседних домов оказались против и стали добиваться прекращения строительства. То, что новое здание будет закрывать вид на пруд, говорят, только часть беды. Больше беспокоит безопасность. Здесь насыпной грунт. То есть при срезе грунта в процессе копания котлована видно, что это насыпной грунт. И уклон идет в сторону пруда. Просто этот грунт у нас сейчас оседает и сползает в котлован. Чем это может обернуться? Это обернется оголением фундамента. На сегодняшний день фундамент нашего дома в любой момент может покоситься, накорениться в сторону стройки. Вопрос безопасности жители подняли и на публичных слушаниях. В городской администрации представили проект межевания территории под застройку. Встреча с жителями проходит на эмоциях. Каждый доказывает свою позицию. У меня расчеты есть для этого. Ну пожалуйста, если у вас такая экспертиза достойная, что вы гарантируете, что которые дома рядом стоят, не будет повреждений. Вы же объект без учета стоящих? Сможете. Ну вот как бы мы понимаем, что да, потому что учитывая... Жители просят гарантий, что их существующий дом не обрушится. Но никаких гарантий никто не озвучивает. Зато представитель застройщика поясняет, что именно планируют возвести. У нас есть теперь договор, есть разрешение на строительство действующее, продение экспертизы и на жилой дом. Но для того, чтобы соблюсти интересы жителей и просьбу администрации, принято решение было поменять жилой дом на магазин. Магазинов нам мало, живем как на базаре. Торговых комплексов мало. Торговых комплексов больше, чем жилых домов. Нам что, строить негде? Страна маленькая, город маленький. Давайте не будем... То земли лесхозок, то земли общественного пользования, переулок отвели. То, что застройщик отказался от возведения высотки в пользу малоэтажного строения, жителей не радует. Как и тот факт, что стены нового здания будут иметь отступ от существующего дома 14 метров, а не 7, как планировалось ранее. Вырытый котлован, по информации застройщика, это будущий подземный паркинг. Но это не меняет мнение жителей по поводу начатых работ. Мы там живем. И мы там планируем жить. Нам там не нужны парковки магазина. Нас устраивает там зеленая зона. Давайте, у нас вот недавно набережную сделали, давайте там торговый центр зафигачим. И парковок там много можно поставить на свежей брусчатке. Прекрасное предложение. Коммерчески рентабельно будет. Бурные обсуждения длятся около часа. В конце общественных слушаний выясняется, предмет разговора вовсе не объект строительства, а именно границы и конфигурация земельного участка. Их одобряет большинство присутствующих. Несогласных трое – это жители ближайшего дома. На общественных слушаниях присутствовали три человека, представители нашего дома, по доверенности от всех жителей. То есть у нас существует доверенность, по которой жители и собственники жилья в нашем доме уполномочили нас на представление интересов в отношении этого строительства. Мы пришли с этой доверенностью. Эта доверенность не была учтена. Были учтены голоса сотрудников фирмы-застройщика. Разработать новый проект будущего объекта застройщик обещает в ближайшее время. И уже летом начнет его реализацию. В конце года планируют возвести коробку здания и обустроить территорию. Надежда Китаренко, Владимир Махмутов, Интера ТВ.